Всем привет! И сегодня мы поговорим о влиянии флюидов в полнолуние в июле 2020 года. Этот месяц можно назвать месяцем воссоединения. Полнолуние призывает всех к восстановлению разорванных связей и дружеских отношений, на которые, возможно, повлияла пандемия коронавируса и весь стресс, который мы переживали все вместе. Пандемия затронула многих людей и негативно повлияла на их семейные и дружеские отношения с близкими. Мне даже не нужно спрашивать, понимаете ли вы, о чем я говорю. Вы все прекрасно понимаете. Сейчас, как никогда, важны единство и сплоченность. Мы должны быть вместе в это трудное время, потому что у многих из нас нервы уже на исходе, из-за чего мы часто слишком остро реагируем на стресс. В особенности, когда мы переживаем стресс, то он само собой сознательно и подсознательно проецируется на окружающих, вызывая волновую реакцию, что выливается в чувство разочарования не только в происходящем, но и друг в друге. В это время мы перестаем чувствовать сострадание из-за наших инстинктов самовыживания. Мы все становимся частью борьбы. Борьбы за выживание. И те, кто смогли выстоять как эмоционально, так и финансово, так или иначе все равно ощущают на себе накаленную обстановку в мире. В итоге мы как бы снова возвращаемся к этому сценарию. Эта ситуация сильно ударила по всем нам. И лишь немногие смогли избежать серьезных потерь. Вы же понимаете, каким становится человек, если его безопасность находится под угрозой, не так ли? Мир сполохнулся. И даже если это не повлияло именно на вас, вы могли заметить, как это повлияло на ваших близких. Вы могли почувствовать боль и стресс, которые появились в их жизни, из-за чего и вы сами можете начать чувствовать себя абсолютно бессильным и беспомощным, чтобы хоть как-то это изменить. Так или иначе, в каждом из нас пробудились инстинкты выживания, которые могут вызывать напряжение в отношениях или даже поспособствовать их расладу. Послушайте, друзья, полнолуние призывает вас исцелить эти раны. Особенно те раны, которые были вызваны поступками других людей или же вашими собственными. Давайте посмотрим правде в глаза. Вам нужно выяснить, где находится ваша боль и ваши внутренние блоки, которые мешают вам по-настоящему воссоединиться с вашим истинным Я. Очень важно исцелить их, чтобы вы могли двигаться дальше и достигать новые цели, чтобы мы могли исцелиться все вместе. Ваши обиды и старые душевные раны не помогут вам сделать шаг вперёд в новую жизнь, куда вас активно призывает Вселенная в этом месяце. Нам придётся столкнуться с некоторыми трудностями в июле. Если вы ещё не смотрели моё видео о влиянии флейдов в июле 2020 года, то я настоятельно рекомендую вам это сделать, так как июль будет немного более напряжённым, чем конец мая и июнь. Вы можете сделать это прямо сейчас, если пройдёте бесплатную регистрацию на сайте madteammember.com. Абсолютно бесплатно. Я убрала это видео с YouTube, потому что на этой платформе у нас больше нет свободы слова. А сейчас мы создаём новую платформу, где вы, друзья, сможете общаться со мной и друг с другом. Возвращаясь к теме, июль подтолкнёт нас к принятию серьёзных решений, так как нам придётся столкнуться с некоторыми трудностями. Вполне возможны неконтролируемые всплески эмоций. Не только в полнолуние, но именно полнолуние готовит нас к тому, чтобы справиться с июлем, чтобы перенести его легче, чем июнь. Помимо этого, давайте поговорим о чувствах, которые вы можете испытать во время полнолуния. В полнолуние вы можете почувствовать, как ваш позвоночник слегка воспламеняется. Это представляет собой финансовое бремя, которое накапливалось в вашем подсознании и удерживало стресс в вашем эмоциональном и физическом теле. Этот стресс ещё не достиг своего предела, но вы сдерживаете его внутри себя, и стресс хочет вырваться наружу. Вы также можете ощутить, что ваши суставы немного двигаются. Это проявление давления со стороны властей, такие как правительство и другие правительственные организации. Их решения влияют на то, как изменится ваша личная и, возможно, даже профессиональная жизнь. Вы сможете увидеть неразрешённые проблемы из вашего прошлого, когда вы, возможно, чувствовали давление со стороны ваших родителей или влиятельных людей в вашей жизни. Эти чувства могут проявиться в полнолунии или во время стрессовой ситуации. Также во время полнолуния вы можете почувствовать своей кожей жар из-за того, что воспринимаете всё слишком близко к сердцу. Кроме того, причиной может быть стресс, так как ваша кожа реагирует на раздражение, вызванное окружающей средой. И вы чувствуете, что не можете уйти и не можете ничего изменить. Но вы должны посмотреть этому страху в глаза. Полная луна покажет вам, почему вы ощущаете бессилие и почему чувствуете себя так, будто вы обязаны действовать, вместо того, чтобы сказать, «Я осознаю это, но не хочу в этом участвовать», в этом очень большая разница. Кроме того, у вас могут запалеть зубы или дёсна. Это говорит о том, что вы не чувствуете себя в безопасности, когда хотите просто расслабиться. В июле самое время воссоединиться с самим собой и друг с другом, чтобы начать получать удовольствие от жизни и не так серьёзно относиться к неудачам. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то я уверена, вы уже поняли, что мы не в силах контролировать всё происходящее вокруг. Помните об этом. Особенно в этом месяце. Потому что июль будет полон как хорошими моментами, так и плохими. Самое лучшее, что вы можете сделать, это признать, «Да, вот это я могу держать под контролем, но есть вещи, которые я не в силах контролировать». Возможно, вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы внести свой вклад в изменение ситуации во всём мире. И послужить примером для всех остальных. Мы все знаем, что это работает. И это замечательно. И сейчас вы начинаете понимать, что мир уже изменился. Вы увидите, что эти перемены уже интегрированы в наше общество и в наш новый образ жизни. Независимо от того, осознаёте вы это или нет, мы все движемся в новый мир. Помимо всех этих изменений, которые вы можете ощутить на себе, к вам придёт чувство принятия. Жизнь — это то, что происходит сейчас. А мы с вами можем лишь пытаться приспособиться к переменам или принятиях. Таким образом, вы ощутите чувство глубокого облегчения, если перестанете пытаться вернуть прошлое. И чем больше вы будете пытаться приспособиться к изменениям, тем легче вам будет войти в, я бы сказала, в привычную колею жизни. Такое отношение позволит вам стать более восприимчивыми к удаче, к счастью, крепким дружеским и любовным отношениям с другими людьми. Кроме того, я бы хотела упомянуть о том, что вы начинаете чётко видеть динамику ваших отношений с другими людьми. Раньше это привносило больше дисбаланса, чем гармонии, не только в ваш внутренний мир, но и, что очень важно, во внешний, окружающий вас мир. Возможно, вы также почувствуете, что весь ваш стресс до последних 6 месяцев начинает понемногу исчезать, как и все ваши страхи и сомнения. Вы поймёте, что готовы двигаться дальше и начать чувствовать себя сильнее и независимее от того, что происходит во внешнем мире и в вашем окружении. Итак, когда вы будете готовы, давайте начнём нашу медитацию. Я уже жду с нетерпением. Сегодняшняя медитация будет направлена на воссоединение с самим собой. Давайте начнём с того, что сделаем глубокий вдох. Глубокий вдох. Давайте перезагрузим работу лобной доли головного мозга. Сейчас ваше сознание перерабатывает полученную информацию. Так и должно быть. Сосредоточьтесь на своём дыхании. Ощутите своё дыхание, как воздух проходит через нукселирод и наполняет ваше тело. Осознайте, что каждый вдох, который вы подсознательно делаете в течение дня, поддерживает вашу жизнь. Каждый вдох и выдох повышает качество вашей жизни. Прислушайтесь к своему дыханию. Ощутите его. Когда вы будете готовы, услышьте, почувствуйте, увидьте или ощутите прекрасный свет, исходящий из вашей головы, струящийся по вам и проходящий через каждую клеточку вашего тела. Весь стресс, который вы ощущали в течение дня, высвобождается и исчезает. Представьте, как стресс стекает по вашим ногам вниз, совместные с ним, обратно в землю. Ощутите, как этот прекрасный свет, который представляет ваше сознание, протекает через каждую клеточку вашего тела. Как он приносит осознание того, что вы чувствуете на самом деле. представьте, как этот свет стекает с вашей головы вниз по позвоночнику, плечам, рукам, груди, животу, нижней части спины, по бедрам, по ногам, вниз, избавляя вас от совершенно ненужного стресса. почувствуйте, как этот прекрасный свет освобождает вас от стресса других людей, которые вы могли перенять на себя. Этот стресс больше не принадлежит вам. Он стекает с вашего тела вниз, 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 в землю, чтобы превратиться в новую позитивную энергию. Позвольте себя насладиться этим моментом. постарайтесь почувствовать, увидеть, услышать или ощутить себя здесь и сейчас, пока вы слушаете мой голос. Представьте, как этот прекрасный свет внутри вас начинает расширяться. Он становится все больше и больше. в то время, как этот прекрасный свет расширяется, вы начинаете воссоединяться с людьми, с человечеством, с жизнью, с законами Вселенной, с планетой, но оставаясь при этом в пределах вашего уникального самоощущения. У вас теперь есть осознание себя и своих личных границ. Позвольте вашим чувствам расширяться подобно этому свету, чтобы воссоединить вас с самим собой и с окружающими людьми. Позвольте этому свету становиться все больше и больше до тех пор, пока он не станет размером с планетой. Свет объединяет все связи и жизненные линии людей на планете, восстанавливая вашу связь со всем существующим. Ощутите присутствие окружающих вас людей. Вы не можете быть одиноки в этом мире. Осознайте, что вы могли испытывать одиночество только потому, что ваши чувства были отключены от вашего окружения. А теперь начинайте медленно восстанавливать свои силы. и воссоединяться с самим собой. Не забывайте, что все мы здесь ради достижения общих и индивидуальных целей. У вас никогда не было одной единственной цели, потому что целей всегда несколько, и одна из них всегда связана с желанием двигаться дальше, в согласованности с нашим духовным и физическим ростом, как общей нации и всей планеты. т. Точно так же, как вы можете достигать своей цели, мы все вместе можем достичь более высокую цель – единство и мир на земле. вы не были созданы для того, чтобы постоянно бороться со стрессом и тревогой. Позвольте им идти в прошлое, стряхните их с себя и позвольте себе воссоединиться с самим собой. Пока свет вашего подсознания все еще расширен, давайте активируем альфа-мозговые волны посредством вдохов через рот и выдохов через нос. Мы исцеляем стресс, связанный с воссоединением и переобразовываем его в здоровые взаимоотношения с самим собой. Сделайте глубокий вдох ртом. выдох через нос вдох выдох вдох через рот выдох через нос глубокий вдох ртом выдох выдох через нос вдох выдох выдох вдох вдох выдох глубокий вдох ртом и выдох носом вдох выдох вдох 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 и задержите дыхание так долго как только сможете. вдох вдох и вдох выдох вдох изнутри вдох вrio вдох вверh вас самих и является частью единой картины мира задерживайте дыхание как можно дольше а потом выдохните через нос это помогает вашему телу расслабиться и насладиться тишиной и спокойствием помните что вы находитесь именно там где и должны быть потому что если бы вы должны были быть где-то еще то же вы были там эмоционально мысленно или физически вы именно там где должны быть когда вы будете готовы вы можете перестать визуализировать свет связь с собой осталась внутри вас пошевелите пальцами ног и рук хорошо потянитесь пока вы это делаете ощутите как последние струи света стекают по вашей голове телу по ногам в землю восстанавливая баланс между вами и природой когда вы будете готовы вы можете постепенно возвращаться ко мне добро пожаловать обратно и спасибо что были со мной сегодня до следующего раза спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте что вы можете приобрести экземпляр моей книги под названием метафизическая анатомия на амазон в которой я рассказываю о 679 медицинских заболеваниях а также о причинах их возникновения с точки зрения психосоматики кроме того я решила вас побаловать добавив специальные пометки для того чтобы вам было проще начать поиск ответов на интересующие вас вопросы и улучшать свою жизнь не забудьте подписаться на мой инстаграм аккаунт и в троузру и страницу и в троуз finding your own voice ру фейсбуке увидимся следующем видео а 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